В полиции рассказывают о двух основных способах обмана пенсионеров, которые, впрочем, могут делиться на подвиды. Все зависит от фантазии мошенников. Пожилые люди более доверчивы, они сохранили в себе чуткость и сострадание к окружающим. Именно поэтому одна из самых распространенных схем – звонок на телефон с просьбой о помощи или рассказом о том, что близкий родной человек попал в беду. Злоумышленники звонят чаще всего в ночное время на стационарный либо на мобильный телефон пожилым людям и говорят, что их родственники попали в какие-либо сложные ситуации. Чаще всего это нанесение телесных повреждений каких-либо, либо ДТП, либо драки. Как правило, после таких рассказов от злоумышленников поступает предложение помощи. Мол, за деньги можно уладить все конфликты с законом. Представители старшего поколения, выслушав страшную историю, готовы отдать любые деньги. Этим и пользуются преступники. К жертвам выезжает курьер или же пожилые люди сами относят необходимые средства в условленное место. Самый главный совет, который дают в таких случаях правоохранители – не поддаваться панике и попытаться связаться с родственниками для уточнения ситуации. Надо в первую очередь позвонить своим родственникам, которые якобы попали в какую-то сложную ситуацию. Побольше выяснить о ситуации, где это произошло, в каком городе, кто участник. И в любом случае, конечно, звонить по номеру 02 в дежурную часть, либо 540 18 39 – это телефон дежурной части. Еще один распространенный способ обмана, жертвами которого в основном становятся одинокие старики и мошенники, приходят к ним в дом под видом социальных работников, предлагая помощь по хозяйству, в обмене старых денежных средств, переоформлении каких-либо документов. Очень часто сейчас приходят люди уже на дом, представляются сотрудниками каких-либо социальных организаций, хотят обменять деньги для пенсионеров. Это прям очень распространено. Именно вот акция для пенсионеров, ветеранов войны, ветеранов труда давит именно на это. И люди отдают деньги, чаще всего это идут женщины, и скорее всего они вдвоем, поскольку одна отвлекает, пишет какие-то заявления, а вторая в это время проникает в комнату, либо человек сам им передает денежные средства. В таких случаях, советуют стражи порядка, лучше вообще не открывать входную дверь, даже несмотря на магические слова, собесы или пенсионный фонд, и перезвонить специализированные службы с уточнением, работают ли такие сотрудники в этих организациях и направлялись ли они по какому-либо конкретному адресу. Татьяна Трушкина, Михаил Жучков, День города.